Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Спрашиваете вы о том, соответственно, как сделать так, чтобы парень не беспокоился о вашей верности, ибо он не отпускает вас с друзьями на новогоднее ваше путешествие, о котором вы договорились вчера, прежде чем у вас начались отношения. И за две сундики вам никто не вернёт. Да, отказываться неудобно, глупо и вообще, наверное, не хочется. Что сделать, чтобы парень не сомневался в вашей верности? Смотрите, как это не парадоксально, но ничего. Потому что человек вас ревнует не из-за вашего поведения, а из-за того, как он сам себя чувствует, из-за того, как он сам себя ощущает, из-за того, как он сам к себе относится, человек. Вот. Поэтому вам необходимо в первую очередь перестать пытаться оправдываться. и доказывать ему, что вы там не будете изменять и всякое такое. Потому что молодой человек в любом случае, если он этого хочет, он будет вас подозревать в любом случае. Это без вариантов. И в любом случае он будет вас ревновать. Это тоже без вариантов. Потому что проблема ревности заключается в нём, в нём самом, а не вас. В её неуверенность в себе, в его страхе измене, в его негативном опыте, связанном с изменами и прочее. Но никак не с вами связана эта история о том, что он ревнует или боится. Вот. Другое дело, что вы своим поведением, вы своими сомнениями подтверждаете, подкрепляете его позицию. И не помогаете ему. То есть, пытаясь донести до человека, что вы ему верны, вы ещё больше усиливаете у него ощущение того, что вы можете быть неверны, потому что вы оправдываете. Вот важный момент, откуда у вас идея, что именно вы можете что-то сделать, чтобы человек, условно говоря, вас не ревновал. Да? Вот откуда у вас лично? Вот лично у вас. Это зависит. Ну, это идея. Вот это важно. Потому что, столь вы сами не уверены в том, что делаете, испытываете вину перед молодым человеком, то ли вы сами имеете какой-то пунктик насчёт верности, то есть верность это вот прям пунктик для вас. В смысле болезненно, что ли. Вот. Но как-то, как-то так. И не менее важный момент в том же, что молодой человек, переживая о вашей верности, собственно, сводит вашу ценность для него только к верности. Что важно. Потому что здесь имеет место быть обесценивание вас же. Мол, ваша ценность только в верности. Это не так. Это не так. Ценность не только в верности. Верность никак не определяет ценность человека. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Ну и ревность сама по себе у молодого человека не пройдёт. Ему нужно обратиться к психологу, о чём вам следовало бы ему сказать, и поработать с ней. А вам, поскольку вы пытаетесь себя оправдать, ну, то есть не оправдать, а вы пытаетесь ему что-то донести, доказать и показать, вам желательно пройти психотерапию для созависимых. Ну, то есть, конечно, вы, может быть, скажете, что нет, я не созависимый, там, и далее. Но, вот, ещё раз повторю, то, как вы пришли к мысли о том, что вы можете что-то сделать, чтобы парень не беспокоился, вот это очень тревожный знак для будущих отношений ваших. Вот. Там, условно говоря, да, окей, в это путешествие вы всё-таки поедете, но вы приедете, вот, и парень будет вас, например, винить, что вот, типа, ты съездил, я, во-первых, не знаю, если что-то с кем-то там была, начнёт, как бы, ну, устраивать сцену ревности, вас это первое. Второе будет запрещать что-либо делать. То есть, ревность это очень опасная штука для отношений. И она усиливается, то есть, она не ослабевает. Ослабевает. То есть, одно дело, ревность, да, правда ли, когда, там, действительно, вот, ну, условно говоря, там, пара, да, и кто-то из пары, там, не знаю, целуется, там, с другим, другим партнёром. Это, да, это ревность, да, правда. Тут, как бы, ну, совершенно очевидно, что ревность у места. Вот. Но здесь, как вы сами понимаете, что на каком месте речь не идёт. Вот. Самое время расставить личные границы, сказать, но что молодой человек имеет право, но что нет. Либо он примет это, либо выразойдёт. Вот. Если вас ничего не связывает. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрушена.